Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. А, сейчас гляну, сколько у меня здесь. 36, кажется. Номер 484. События дня. Яков 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стрит у дверей. За 9.04.2017 года. Ну, тут что, я кое-какие письма беру. Ну, вчера воскресный день был, события нет. А что за прошлый день? У нас одинаково так идет. Когда батюшка, литургия совершается. Вчера, тем более, в ход Господень Иерусалим был. На эту тему считали собрание. У нас, когда заканчивается богослужение, народ не расходится. А мы заходим в трапезную. Ну, и дальше у нас вот это проходит собрание. Так оно есть. Оно будет выставлено в интернете. Собрание. О чем мы там говорили. Первое, это забота о больных, кого нет, кого посетить можно. Вот. А потом дальше то, на что нужно обратить внимание. Свободно. Женщины, мужчины могут попросить слово и сказать, высказать. Ну, определенные регламенты смотрят. И вот смотри, считаем. Игнатий Тихонович Лапкин и его борьба. Так, где ты прочитал? А ты же вот сверху-берху-то. Ага. Что ты делаешь? Смотрите события дня в воскресенье. 9-го, 4-го, 2017-го года. Это вчерашнее, которое было в этом ролике. Это я опишу Сергею, больному, болящему, парализованному. Сам вначале Виктор Андреевич просит у вас прощения искренне и с верой. Об этом уже сказал он и в сегодняшних занятиях в конце. Мы все очень дорожим дружбой с вами, брат наш возлюбленный. Все. Ну, а теперь один человек, ни имени, ни фамилии нет. Я не принимаю таких в друзья, потому что с кем дружить? То машину поставить, то икону, то еще что-то. Ни фамилии, ни анкеты, ничего нет. Ну, и кто? Никого и нет. И вот он просится в друзья-то. Но я ему написал, да дай знать, кто ты такой-то. Это в моем мире-то. И он тогда пишет сегодня. Написал. Игнатий Тихонович Лапкин и его борьба. Во. Это у него такой, как бы, ну, не знаю, канал или как назвать, страница. Дальше. Как правило, в рубрике ЖЗЛ рассказывают о замечательных, но, увы, уже умерших людях. Известно ведь, живых не ценят. Ну, это у Пушкина написано. Они говорят, любить умеют только мертвых. Хочу изменить эту дурацкую традицию и рассказать вам о величайшем подвижнике современности Игнатии Тихоновича Лапкине. Искренне подчеркнуто верующим человеке и проповеднике патриоте России. Вкратце. В советское время Игнатий Тихонович, как и все нормальные люди, отмотал срок за свои убеждения, не совпадающими с линией партии. Не имея корочки о высшем образовании, занимался саморазвитием и таки добился в этом деле немалых успехов. Таких начитанных и остромыслящих людей днем с огнем не сыщешь. Куда уж там ночью в нашей российской тмутаракане. Как это ни странно, но диссидентом Игнатий не был только для советского режима. Нет, не был. Ты зачем перекидываешь? У тебя буква нет, она тебя подкараулит. Что-то у тебя в душе неладно. Я слышал это уже. Ну уже слышал, так почему не принимаешь меры-то? Ты объяви пост. Вот на глазах. Буква нет стоит, ты в другом месте, она у тебя автоматически перекидывается. Кто это может так делать? Считай за мной. И как это ни странно, но диссидентом Игнатий был не только для советского режима, но и для советских иерархов. Советских? Для церковных иерархов. Ну почему ты так считаешь? Ты же хороший считаешь. Да, для РПЦ. Он еще задолго до модного ныне тренда тролли тупых ПГМщиков восстал против лицемерия священников. Не веришь? Не верь. Зачем глумиться и кощунствовать? Зачем извращать святое писание по-своему? Ведь поклонение мощам, дурь и ересь, торговля в храмах, золото в оправах, крещение по упрощенной программе и так далее, все это бесовские извращения. Да и как люди, искренне, не верующие в Бога и сделав служение Ему, свои карьеры, могут проповедовать Его учения? Да они уже без того все извратили, наплодив тем самым нехристи и атеистов, придерживаясь, вероятно, линии все той же партии. Да я и сам о религии по нашим попам сужу. И что-то не вдохновляет они меня проникнуться верой и принять Иисуса искренне, молча и без лишних вопросов. Это он на своем ресурсе, или как сказать, я вчера от него это взял. Но это написал он не сейчас, а еще когда меня там гнали летом, полгода назад. И тут Сашу понесло. Я извиняюсь, вкратце было написано действительно очень кратко. И от своего имени, возможно, Игнатий Тихонович и улыбнется, но я так вижу. С Игнатием Тихоновичем Лапкиным я познакомился заочно и случайно несколько лет назад, обитая в то время на mail.ru. «Ведьма» в ленте промелькнул один из его роликов с Ютуб, который я, к своему удивлению, начал смотреть и досмотрел до конца. Захотелось еще. Я был превелико удивлен тому, что некий бородатый деревенский мужик, одетый буквально в рубище, настолько ясен и умен. У меня почему-то сразу возникла аналогия со старцем Зосимой из братьев Карамазовых Федора Михайловича. Достоевского. Я еще тогда, после первого прочтения, был под впечатлением, узнав, кто такие, в кавычках, старцы на Руси. Это подвижники веры, искренние. Вот такие способны на подвиги великое мученичество. Нам, простым смертным, этого не понять. Опрочем, я снова эмоционалю. Хотя, внимательно следящий за ходом моих мыслей, понял бы, что это было лишь аналогия. Так вот, ближе к делу, а точнее к делам текущим. 45 лет назад Игнатий Тихонович создал, основал, не знаю как правильно, православный трудовой лагерстан. Детей туда направляли их родители. Разумеется, родители верующие, христиане. Отдавали лично в руки основателю. Все по взаимной договоренности. И всем было хорошо. С появлением интернета Игнатий, как человек мейнстрима, во многих областях создал сайт, а затем и канал на YouTube, куда стал постоянно выкладывать свои ролики. В этих роликах вся его жизнь онлайн. Он открыт как на ладони. О нем узнали не только в своих местных религиозных кругах, но и во всем мире. Разумеется, такая открытость чревата. Закройся, спрячься и не вякой, проблем не будет. Но он мало того, что не закрылся, он продолжал проповедовать вне генеральной линии РПЦ. А как заткнуть рот неугодному? Да просто надавить на его слабое место, его детище, Лагерстан. Тем более, шпруфов до него докопаться целый канал. Вот и пошло. Снова. Так. То, что не смогли сделать коммунисты, сейчас пытаются сделать его, в кавычках, братья по вере, церковные иерархи и приближенные к ним. Благо, в России теперь есть довольно странная силовая структура, как Роспотребнадзор. Зачем он там надзирает, одному Богу известно. Скажу еще от себя. Детей нынче сделали разменной монетой. Это козырная карта в рукаве любого чиновника. В рукаве. В рукаве, да. Именем детей принимаются идиотские законы. Вы все об этом знаете. Именем детей ограничивается наша с вами свобода. Дети же могут узнать, увидеть. Семья является основной ячейкой государства. Но. Права семьи. Вы слышали когда-нибудь про права этой главной ячейки общества? Да их попросту нет. Последнее время на Западе эти права подмяла под себя ювенальная юстиция, которая прорывается к нам, в Россию. То есть, теперь не вы будете решать, как вам воспитывать своих детей, а за вас. Хотите приручить своего ребенка к труду? А не лишит ли вас родительских прав? Кто-то решил, что детский труд нужно запретить. Приняли, проголосовали, постановили. Родители? Но не, не слышали. По сути, это будет одной из основных причин, которые докопаются. Судья Игнатия. Суд начнется сегодня. Без него. Вся информация об этом на его странице. Ролики взяты с канала Игнатия Тихоновича. Плейлист «Гонение на детей». Сайт Игнатия Тихоновича. Псс. К сожалению, песню «Лагерь Стам» слова Игнатия Лапкина «Музыка группы кино» я нашел лишь в сольном исполнении Виктора Савченко, старшего воспитателя лагеря, учителя по образованию. В исполнении ребятишек она слушается намного круче. Они там «Йоу» кричат в припеве. «Йоу». Ну и вот это, кто он такой и откуда я так-то скрыл? Потому что раз он скрывается, то, думаю, открылся так. Ну вот для себя написал это. Ему 35 лет, кто это пишет. А он дальше пишет, вот который это написал. Так, вы меня... В черный список в контактах занесли. Ага. А может не вы, а тот, кто там за вас сидит. Модератор ваш, я не знаю. Так, вот я не бываю нигде. У меня есть вконтакте, даже кажется, не одна страница. Это администрация, модераторы ведут. В фейсбуке, в твиттере, в одноклассниках. Ну везде есть страница. И туда выставляются материалы. Я там не бываю. Не бываю. И даже кое-куда и доступа не имею. Я занимаюсь только своими ресурсами. Это мой мир, Mail.ru. Свой форум есть большой. 1600 тем. И наш видеоканал. 6800 роликов наших. 6800. Прикиньте, что это такое. Я ему ответил. За что вас занесли? Ответа пока нет. И поэтому надо узнать. У нас верующие. Поэтому просто так занести в черный список не знаю. Но вот надо узнать. Дальше мне пишет. Иван Артюшкин, мир вам, с праздником вас, к книге дошли. Вот понятно. Вот он сказал, и я сейчас могу даже показать. Иван Артюшкин. Вот смотрите. Сейчас буду показывать. У нас пора вот такой, кто получает книги, даже прислать несколько фотографий. Вот он стоит. Это получил от нас Новый Завет. Выписал, заплатил и крестил православие. Видишь как? Все у него по форме, подпоясанный, с бородой, радостный. Еще повыше сделаю. Вот три тома, трехтомник. Трехтомник такой. Это полное толкование с откровением Месси. Впервые за 2000 лет вышел. Ни западной, ни восточной церкви такого не было. Чтобы блаженного фофилакта, толкование, да еще и комментариев 297. Кроме того, 240 иллюстраций в полный лист. Дюстава Доре. Это иллюстратора Библии. Ну и далее. Вот я его уже показать. Взял с его странички. Вот он как выглядит. С кем он, с женой? Нет, тут не написано, я не знаю. Дальше. Дальше вот как книги. Я так и не понял, где они лежат, книги-то. На линолеуме. На линолеуме. Видишь, он как взял. Или на ком-то коврике. На коврике, может быть. Дальше. Вот у него какая страничка, это сказать, фотография. Сидит, считает. Вчера он даже вышел в вечернюю молитву, как раз занятия были. Вот он где. Вот так, пожалуйста. Я очень рад, что книги дошли. Благодарю Бога. Я сейчас не могу сказать, где он. Ну, от него. Так, теперь пишет мне. Так, Сергей Игнатов. Игнатию Тихоновичу, спаси тебя Бог. Прости, что всегда хвалю тебя, как соработника Христова. От избытка сердца глаголят уста. Правда написана и то, что не красна похвала из уст грешника, который мне был по жизни, пока Господь меня не призвал. Особенно через тебя, Игнатий Тихонович. У меня к тебе просьба. Выслать мне платежные ликвизиты за трехтомник Евангелия и книги к истинному православию. Игнатов. Ну, я ему сразу выслал. Сергей Парализован, к которому обращение было, что Виктор Андреевич просит прощения у него на коленях. На коленях перед общиной. И как бы посылает Сергею. Дальше. Ничего страшного. Я просто просил не говорить о нас неправду. Никакие бесы на нас не нападают. Мы находимся в объятиях нашего Господа. А если что и бывает, то это со всеми случается. Да. Мы пока еще во плоти. Абсолютно правильный ответ дает. Сергей Игнатов пишет. Спаси Христос. Информацию получил исчерпывающим. То есть, что, почем, какие книги, куда переслать деньги, все. Игнатов Сергей из Углидара. 8.04.17. Помяните Игнатия Тихоновича усопшего сиархимандрита Засибу, первого настоятеля святоуспенского Никола Васильевского монастыря в село Никольское Волноваховского района Донецкой епархии, которую мы очень любили. Ему, как и тебе, завидовали фарисействующие священники. Его проповеди были яркими и привязаны к событиям дня, как у патриарха Тихона, как у тебя, Игнатий Тихонович. Но на Святую Библию он ссылался в меньшей мере, чем на жития святых. А как он обличал, но на него грех было обижаться. У него был дар проповедовать то, что хотели услышать от него прихожане, не задавая ему вопросов. Это одна из причин, по которой к тебе тоже тянутся люди. Но Господь дал, а ты приумножил талант совершенного ведения Святой Библии и много чего другого, которое нужно иметь каждому христианину. С тобой мы можем говорить как дочь и сын с отцом. Исповедать тебе свою боль, спросить о совет, потому что ты от Бога и Он с тобой. Да укрепи тебя Господь, чтобы и к вечеру на молитве, в которой мы участвовали сегодня, ты был телесно крепок. А ну Господень с тобой пребывает всегда. Да будет так. Аминь. Прости меня, Игнатий Тихонович, что часто тебе пишу, зная, что отнимаю твое время. Вот видите как. Это новое знакомство. Человек на Украине живет. И Дух Божий сроднил нас так близко. Дальше я показываю свои ресурсы. Вот. Это мой мир. Я в шапке здесь. Есть-то еще там страничка с голубем. Так писать не туда, надо именно вот сюда. И здесь вот дается кристине 1-2 mail.ru. Наша почта, где тут можно переписываться, все вопросы задать, которые я оставлю ролики на своем видеоканале. Потом я их сюда все перекопирую. Некоторые туда почему-то не могут попасть, а здесь они смотрят, считают. Приходят новые души. Вот. Видишь как. Это что у нас? Я скажу сейчас. Первое, второе, третье, четвертое. Вот пока 4 поставил сегодня, потом дальше поставлю. Вот. И наш православный форум, как он выглядит. Кто зайдет, вот новое сообщение нужно нажать, на первой странице выкинет. И дальше общий поиск. Вот здесь под бордовой линией. Общий. Не поиск по темам, а общий. Ну и в рамочке сразу выскочит рамка. Ставьте, что вы ищете. И сразу найдете. И вот наш видеоканал. Православный видеоканал. Вот так. Ну и большой ресурс, я называю его тяжеловесным. Православный библейский сайт во свете Библии. Если нажать вот здесь православную форму, тебя сразу туда. Главное, найди во свете Библии, по-русски, заведи в гугле. Православный библейский сайт. Игнатия Латвины. Сразу на него попадешь. Это вот нажать на это, в виде канал попал. Ну, это фактически все уже в твоих руках будет. Самое ценное во всех моих ресурсах, считаю, вот, вопросы и ответы. 4124 сохранившихся. Сохранившихся, то есть было их, конечно, намного больше. Ну и вот теперь добавляем к этой теме о священстве. Из этой папки священство я беру. Считаем. Вопрос 1885, 7 том открытым оком. Видно, что автор многих житий был монах. Так он прославляет жизнь монашескую. Да и в епископы ставят только неженатых. Как будто умных людей нигде больше не найти. Как только в монастырях. Были ли случаи, когда измерян находили на управление церковью достойных? Видите, это вопросы мне задают в университетах. Там задавали, где я вел в милиции. На радиопередачах три программы вел регулярно. Я отвечаю. Ответ. Такое было и не раз. Святой Тарасий избран на патриаршество измерян. Первое царство 16, 7. Вот так. Ну, кто не знает, прочитайте его биографию, его житие. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Царство сокрытое, его не увидит человек. Тарасий, 25 февраля. Кавычки открыты. Благочестивая же царица Ирина со всем царским советом стала отыскивать на место Павла человека вполне достойного и мудрого, который бы мог прекратить церковное смятение. Но никого другого, кроме Тарасии, они не находили. Тарасий, это он мирянин был, а Павел, который до него был, Павел IV, патриарх, он подписал где-то еретическое. И сильно раскаивался и написал, я ухожу в монастырь и все, цариса Ирина, тут иконобольческая ересь. Она плакала, просила, бесполезное дело, говорит, я ухожу, залезают старые раны, я не имею права быть патриархом. Вот если бы сегодня это поняли, сегодня патриархи бы сами ушли. Как они с властями, везде все, что делали, где были, подписывали. И вот этот Тарасий, ну как теперь быть-то, она спрашивала, а он говорит, а у меня вот тут есть штец там или кто, Тарасий. Тарасий был тогда мирянином, посвященный последовательно во все иерархические степени. Святой был возведен на патриаршество, имея крепкое упование, что Господь поможет ему истребить ересь иконоборцев. То есть его сразу поставили диаконом, поставили священником, дальше епископом. Ну, все, шесть дней, через шесть дней измерянина уже стоял патриарх. И вот интересно, 25 февраля житие. Вот бывает, иногда люди нападают, ну, вокруг меня, это особенно их много таких-то. Я тогда беру и житие. Он когда умирал, его демоны окружили, демоны. И давай ему показывать, вот ты тогда сделал, вот тот сделал, ты такой-то. А он уже только и сказал, все вы лжете, ничего этого не было. И я своим недругам, всем обличителям говорю, ничего этого не было. Вы у демонов научились этому лгать. Все вы лжете. И дальше. Сафроний, 11 марта. 11 марта, в житиях Дмитрия Ростовского, за месяц март, по старому стилю. Кавычки открыты. Иоанн Милостивый, 617 год. Патриарх Александрийский, сын сановника на острове Кипре. Потеряв семью, он посвятил себя аскетической жизни и заботам о бедных. Хотя он не был ни монахом, ни клириком, но был избран по желанию народа патриархов. Сделавшись патриархом, он прежде всего сосчитал всех нищих в Александрии. И раздав им все имущество, посылал щедрую милостыню, как гробу Господню. Отдавал на себя приют бедствующим, выкупал пленных. Когда жители Александрии, страшась нашествие персов, стали разбегаться, Иоанн отправился в Константинополь просить войска для защиты города. Василий Великий. 1 января. Кавычки открыты. Придем в Сан-Предсвитера, Святой Василий все время свое посвящал трудам всего служения. Так что даже отказывался от переписки со своими прежними друзьями. Попечения об иноках им собранных, проповедания Слова Божия и другие пастырские заботы Не позволяли ему отвлекаться к посторонним занятиям. При этом на новом поприще он скоро приобрел себе такое уважение, Каким не пользовался и сам архиепископ. Еще недовольно опытный в делах церковных, так как он избран был на престол кисарийский из-за глашенных. Но едва прошел год его пресвитерства, как епископ Евсевий начал по небыше человеческой завидовать и недоброжелательствовать Василию. Видишь как завидовать просто. Святой Василий узнал о всем и не желая быть предметом зависти ушел в понтийскую пустыню. То есть не болезн был. Григорий Низкий, 10 января, кавычки открыты. Когда против святого Григория Богослова возникла ожесточенная борьба со стороны некоторой части духовенства, зараженного еретическими лжеучениями или расположенного к еретикам, вследствие чего он должен был оставить Константинопольскую кафедру. Святой Григорий Низкий вместе со многими другими всячески старался разрушить эту вражду. Но, не будучи в состоянии сделать это, преподал советы о вере и новом призвании преемнику Григория Богослова Нектарию, избранному из оглашенных. Я отвечаю на вопрос, где измерян вы становились такие сразу же так. Ну, дальше. Левский исповедник, 20 июня, кавычки открыты. Блаженный Игубин Никита представился как Господу, когда Евтрофе было еще только 17 лет. Несмотря на это, братья, посоветовавшись между собой, просили юношу, еще не постриженного выночества, быть Игубином. Когда же Евтрофе исполнилось 25 лет, братья, собравшись, сказали ему, «Зачем ты пренебрегаешь и нашей нуждой, и нашими просьбами? Почему не хочешь быть нашим начальником? Вот прошло уже 7 лет, как мы со дня кончины блаженного отца Никиты не имеем Игубина, и каждый живет по своей воле. Смотри, не ответим мы тебе за гибель нашу, если какой-либо волк, водя в обитель, расхитит стадо Божие. Мы же никого другого, как только тебя одного, желаем видеть и иметь своим отцом. Мы все видим твою святую жизнь, знаем о твоем набранравии и данной тебе от Бога премудрости. Так, оставаясь непостриженным, он являл собой пример истинного инока». Вот, главное-то в тебе. Дальше. Стих. «Советом дорог малый золотник, умением провидеть начало ручейка, пороги смертные, подводный гром тайник, кто бы предателем брал роль ученика. Не состоится дело без совета, дочь хилую отдать не за царя. Ценели нынешние мелкие монеты, а может все накопленное зря? Советника найти не так-то просто. Кто смел и мудр, предельно осторожен, быть может стал надломленную тростью, сдал столб сойти, он вылезал из кожи. Советы многомудры по писанию, и никогда, ни слова вопреки, Совета цель сродняет с небесами. Отсюда мысли все, святые ручейки. Умение тайну сохранить до срока, а иногда до гробовой доски. Не так, как стрекотущая сорока, ответ не заведет в пустынные пески. Идя к такому другу-адвокату, усердно попастись и помолись. Пусть даст Господь ума ему палату, Совет же сохранит, пусть пленка или лист. Блажен, кто не раскается в избранном, не проклянет советника ни разу. Хотя бы будь мудрее своих баранов, как знаем, глупость никого не красит. Слава Иисусу Христу! И сам умей советы подавать тому, кто к истине впервые прислонился. Знай, удоверчиво легче своровать, чем в прежнем статусе с доверием возвратиться. Советник нам Иисус из Назарета, дающий просто всем и без упрека. Он сам свет истины от истинного света, исполнит им самим назначенные в сроки. Я их не называю стихами, а называю проповеди в стихах. Проповеди в стихах. Так. Второй вопрос берем. Вопрос 2949. 15 том открытым оком. Чем же все-таки конкретно вызвано такое агрессивное отношение к вам, епископата, священников? На каждое ваше выступление в прессе или по радио они взрываются, мешают вам вести проповедь, занятия. Понятие. Вот я, Бог так сделал, по благодати. В Алтайском крае я стоял на первом месте по времени, проведенному в эфире. Две, ну сегодня сказали бы онлайн передачи. Две еженедельно. Еженедельно. Одна была часовая. Это понятно. Это необычайно много времени. Ну и они, священники, прямо что с ними делалось? Они как бесноватые делались. А кроме того, занятия в университетах, в милиции, в воинских частях, в школах, на заводах, на фабриках. Мне Бог открыл такую аудиторию огромную. Это благодать Божия, повторяю, благодать Божия. И они за мной глядались. И в прессе я выступал, в всех газетах, кажется, журналах, какие были, везде были статьи, и печатались. А о книгах речи тогда еще не было. Ответ. Я не всегда сразу про это узнаю и пропускаю многое мимо. Но когда они трогают догматы веры, тут я вынужден переспорить. Переспорить? Переспросить. Ну, да, считай правильно. Люди видят епископов в окружении их оруженосцев, и подьяконов, штецов с репидами, с хоругвами, орлицами, с жезлами на подачу. А вот отдельно взятый каждый епископ, без этих привесков и навешанных святых тряпок, цветастых шапок и крестов с панагеями, он же пугалом будет выглядеть в лесу, когда тебе с ним нужно огребать каждую лесину и пилить под корень дерева, разделывать его, тащить на дорогу по глубокому снегу. То есть на работе-то их никаких нету. Я сказал, мы с вами нормально будем говорить, когда одинаковые на нас будут ватные брюки и будем где-то в гулаге. Там можно будет в свободное время поговорить. А тут он обмивается, речь свою растягивает. Я их очень хорошо епископов знаю. Я с ними проводил часы с митрополитами. Не смотри, что по-кандовам укрыты. Люди гоняются, чтобы рукоположили, а у меня наоборот, за мной они гоняли всю жизнь рукоположить. Даже в советское время. Но это не мое, я молился и говорил. Они после этого еще больше лютовали. Они же гнилые бревна из себя представлять будут. Да поговорить с ними просто. По душам нельзя. У них глубины в мозговом центре повреждения, боязнь. Они боятся что-то свое сказать. Они внутри себя имеют несколько цензоров из органов слежения, от вышестоящих и от послушников. Они не могут раскрыть данные им от Бога таланты. Они потому такие однополобесцветные браки имеют с немощью своей. Браки? Браки с немощью своей. Ага, понятно. На немощи женились. Если есть чуть выделяющиеся из толпы, то их в кавычках выделение за счет того, что они уже имели в миру. А вот так, чтобы от водительства Духа Святого раскрыт был апостольский талант, этого можешь и за всю жизнь не найти. А вот когда умрет угодивший всем, тогда другие мудрецы в клобуках черных начнут миф о нем расписывать, как он от детства возлюбил уединение и бисердевства. Они видят мир одномерным. Власть мирская за них. Им дают шикарный храм, торговля, много людей, огромный наход, пышные богослужения, торжественные выходы к народу, толпа прислужников. Я знаю, что им нужно и как это выглядит. Но! Но вытряхни его снова. Перемена из этого помпезно-комфортного действия. Он же, растерянный и жалкий, будет стоять посреди пустыря. Он не знает, как без всего себя обиходит. Как, имея только любящие Христа сердца, с нуля начать создавать семью, общину. И потому, когда они видят, что я тружусь без всех этих наворотов от власти, они инстинктивно чувствуют во мне угрозу и начинают лаять на меня. Как говорил протопопа Вакуум. Они постоянно пестуют подпитку. Пестуют подпитку? Я еще пестуют подпитку, что без них небо всем смертным закрыто. Потому видят вокруг себя только склоненные, жаждущие их благословения спины неравных им. Вот так. Римлянам 8, 36. За тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец обреченных на заклание. Апостол писал же 1 Кориффиеном 4,8 Вы уже присытились, Вы уже обогатились, Вы стали царствовать без нас. Представьте, Мирянины говорят такое. Они в печати на меня выступили, я в печати выступаю. И тоже за статью диссиденты, писатели, художники из Москвы такую статью дали полную разгромом. Это все в книге у меня для слова Божия нету. С книгой из одних документов почти. Дальше прочитал ты. Хорошо. С богатым тоже не стремись брататься, доколе не узнаешь, чем он дышит. Ведь в большинстве своем они страшнее татей, им так легко столкнуть любого с крыши. Да, кстати, вспомнилось о крыше невзначай, перила поспеши на ней приладить. И об опасности негоже умолчать, они в раскрытой яме и на крыше сзади. Где они ловят меня? Ямы выкопали на пути меня, как за зверем гоняются. Где чуть не досмотрел, попятился чуть-чуть, а человек не птица, кувыркнешься. Не удержать за бороду за чуб, костлявая уже стучится в гости. Ну, кто костлявая? Смерть. Наедине с певицей не сиди, отнюдь не покусись плениться пением. Бесперспективно станет впереди, тут часто не помогут даже деньги. День по улицам бесцельно не броди, разглядывая праздно, что попало. Поверь, притон лишает бороды, побитым можешь быть чужой палкой. Где чувства самосохранения нет, там нация как снег в жару и стает. Не доживешь до половины лет, там голова не нужна, коль пустая. С середиками близко не испознайся и с коммунистом дружбу не води. Закуска волку, все ягнята, зайцы, не пей нигде отравленной воды. С молитвой, с верой за знамением осенись. 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 Сверх силой, тяжестью не стоит надрываться. Кульбитом так легко сорваться вниз. Падение знаем, никого не красит. Можно запомнить на память это или нет, или кое-как кувырком прочитать? Нет, на память запомнить это можно, конечно. Ну, это надо навык иметь. А эти стихи я никому не подражаю, никому. Просто пишу их с чистого листа. Вопрос 2892, 14 том, открытым оком. Если во время хиротонии во священника узнаем, что ему 22 года, вместо положенных канонически 30, то нужно ли петь со всеми ему аксиос? То есть достоин, достоин, всегда поет. Ответ. Аксиос, то есть достоин, поется тому, кто воистину достоин. Но если под венцом стоит девочка на 8 лет моложе у законенных лет для бракосочетания, то ты не только не должен петь Исаия ликуй, а попросить Исаию, чтобы прекратил это нарушение устава. Анаксиос нужно было выкрикнуть громко. Не аксиос, а анаксиос. Анаксиос, да. И когда спросят, почему так кричал, то объяснить безумие тех, кто делает вопреки закона поставления малыша во священники. Вот как. И теперь, ну, раньше срока, допустим, юноша, ну, сейчас говорят, дума там, голосует за это, что в 16 лет можно было жениться. В старое время было там в 14. Но иные венчали более ранее. А на сколько там? В 12 лет? В 10 лет? Тогда у церкви выработалось правило. Вот сколько лет есть, вот на столько лет отлучается по подслужбы. А диакону половина этого срока, потому что он зависим. Ты же диакон, не все главное в твоей руке было, но и ты знал, что нельзя участвовать. То есть все прекратилось. Даниила 13.45.48 И когда она введена была на смерть, возбудил Бог святой дух молодого юноши по имени Даниила. И он закричал громким голосом, «Честь и открови ее!» То есть Анаксиос! Тогда обратился к нему весь народ и сказал, «Что это за слово, которое ты сказал?» Тогда он, встав посреди них, сказал, «Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля?» Я попутно тебе скажу. Ты осудил свою плоть вот на это насопливое состояние. Весна, ты кидаешь снег. Я только увидел тебя. Опять распупорился, говорит, раздухарился и скидываешь одежду. Я тебе издалека кричу, «Никита, надень одежду!» Весенний воздух очень обманчивый. Говорил? Да. Да почему же ты плохо слышишь? Слышишь-то это? Ну, я же одел, вы же видели. Ну, одел, а другие-то разумные, там не было, ты без меня был, ты, значит, не можешь терпеть один градус. Но теперь и ходишь, ведрами глотаешь эту слизь свою. Давай. Тогда и прочти беззаконникам, и диаконится прежде 40 лет, и диаконится прежде 40 лет, да не поставляется. Пятнадцатое правило. И под диакон, да поставляется не прежде 20 лет возраста. Если же кто, в какую бы то ни было священную степень, поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Никогда не участвуй беззаконий, но и обличи безумных. Вот как. Понятно. Никогда вот это, а слово никогда, это я добавил. Да будет извержен. Извержен. Вообще это удивительно. Не запрещен. Ну ладно, рукоположили, но ему нет срока, ну пускай он дождется, и тогда будет. Совершенно извержен. Да это нигде нету, нигде во всем мире этого нету. Их мальчишек понаставили. Исай 44.11. Все участвующие в этом будут постыжены. Это Петра 4.4. Почему они удивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. Вот и все. Иуды 1.23. А других страхом спасайте, и строгаясь с огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Ефесяна 5.11. И не участвуйте в бесплонных делах тьмы, но и обличайте. Вот так. Стихотворение. Святейшее невежество стоит. Дым напускает из своей гортани. Устроить хочет для студентов скит. Монастыри для танек, хоть местами. Для танек. Ну, Татьяна, это защитница монастырей, вроде бы там студентов. Шувалов придумал это. Рождаемость, мол, падает, маячит катастрофа. И в наркомании подростки захлебнулись. Но нет ни слова о Христе, Голгофе. Слен гречи, как по-умному обжулить. Какие-то традиции и корни, содружество с властями очень кстати. Прости за выражение. Ахинею порет. Жаль, то вранье Исаия не осадит. Размеренно и чинно падают слова. Мертвящая, жестокая неправда. На это слушателям легче наплевать, чем стать саратором, сказав, мы очень рады. Пусть тешится, жалеет вранье. На всех хватает жирных и безбожных. Гаморру выжжет Бог, а солится огнем. Протравит радиацией всем кожу. Где нет рождения свыше Христа, где дух святой отвергнут и не принят. Спасение там не может и мерцать. Льет пустословие под патриаршем грибом. Слова их бред и кукольный театр не согласованы ни с Библией, ни с Богом. Под куколем трясущийся пескарь, хотя на нем с амульчиками тога. Ты понял, что у патриарха эта ушастая шапка. Бог Иегова меч уже занес, и проклят покусившийся его сдержать. Не умирает червь, предрек Иисус Христос, огонь неугасимый для церковных жаб. Не покусись нечестия пресечь, своими силами и мудростью плотскою. Христа не принявших грызет гиенский червь. Горящим нет прохлады и покоя. 1 декабря 2012 года. Хорошо. Считаем дальше. Вопрос 1972. 7 том открытым оком. Почему даже архиереи перестали проповедовать? И когда им про это напомнишь, они в ответ. Само богослужение и есть проповедь. Всегда ли так вели себя пастыри и архипастыри? Это мне записка поступила. Ответ. Если пастырь не проповедует, то его ждет великое горе, и он есть убийца кровавый. 2 Тимофея 4.2. Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай. Увещивай со всяким долготерпением и назиданием. 1 Коринфянам 9.16. Ибо если я благовествую, то нечем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Деяние 20.26.7. 27, наверное. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чисте от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Понимаете, я могу точно сказать, сегодня никто такие ответы не дает. Он начинает от себя говорить. Только начинаю первое слово, дальше, дальше по кавычкам, из жития святых. А это 1173 жития. Я стою за кафедрой. И поэтому я стою, почему они на меня так лютуют-то? Они же понимают, у меня нет ни образования духовного, ничего нет у меня. Единственное, что я имею страх Божий и любовь к Богу. Василий Великий. Первое дворя. Кавычки открыты. Одним из важнейших его занятий в это время было проповедование Слова Божие. Часто он проповедовал не только каждодневно, но и по два раза в день. То есть я до этого в церкви проповедовал, в храмах, минимум четыре раза. На каждом богослужении две проповеди. В среднем 25-30 минут. Прикиньте, сколько это было. А если праздник есть, то получается не четыре, а восемь проповедей каждую неделю. Умножьте на месяц. Утром и вечером, иногда после проповеди в одной церкви он приходил проповедовать в другой. В своих поучениях Василий живо и убедительно для ума и сердца раскрывал красоту добродетелей христианских и обличал гнусность пороков. Предлагал побуждение стремиться к первым, удаляться от последних и всем указывал пути к достижению совершенства, так как сам был опытный подвижник. Самые толкования его направлены прежде всего к духовному наседанию его слушателей. Кавычки закрыты. Дмитрий Ростовский, 21 сентября, кавычки открыты. Ступив в управление ростовской митрополией, святитель Дмитрий нашел в ней великие нестроения. Ну пока его не поставили настроение, нестроение это, ну разрушение, это же не один день были, он нашел, то есть они готовые были. Дальше. В то же время он старался искоренять в людях всякого звания злые нравы, зависть, неправду и другие пороки. Особенно огорчало святителя духовенство своим невежеством и пренебрежением к проповедованию Слова Божия. Вот так. Еще раз прочитай хорошо. Что он говорил? Особенно огорчало святителя духовенство своим невежеством и пренебрежением к проповедованию Слова Божия. Да это же о сегодняшнем говорится-то. Невежда. И дальше в кавычке открыты. Вот это результат. Сеятель не сеет, а земля не приемлет. Иереи не брегут, а люди заблуждаются. Иереи не учат, а люди невежествуют. Иереи слово Божие не проповедуют, а люди не слушают и слушать не хотят. Ну так это сегодня написано-то. А это современник, выдвижение Петра Первого, 1700 год. У многих из духовных лиц святитель не находил даже доброго нравственного воспитания. Это прямо берется дальше. Напротив, с горестью приходилось ему замечать, что отцы семейств были невнимательны к исполнению главных христианских обязанностей своими домашними. Кавычки открыты. И что еще удивительнее, продолжает святитель Дмитрий, что иерейские жены и дети многие никогда не причащаются. Еще узнал, что иерейские сыны приходят ставиться на места отцов своих, которых, когда спрашиваем, давно ли причащались. Многие поистине говорят, что и не помнят, когда причащались. О, окаянные иерейские, не родящие о своем доме. Вот попробуй сегодня так. Я сказал, да я считаю Дмитрия Ростовского. Да что ты, батюшка, благослови, святой отец, ваше высокопрещенство. Как смогут заботиться о святой церкви, домашних своих, ко святому причащению, не приводящее? Как смогут приводить прихожан, когда не пекутся о спасении душ тех, которые с ними в их доме? Еще более святитель исполнился благочестивой ревностью, еще сильнее стал он скорбеть, когда узнал, что некоторые священники, забыв страх Божий, не воздают должного почитания причистым и животворящим тайнам Христовым. Он себя ограничил мизерно, только о чаше заботился. Дмитрий-то сам-то какой. Речь нашла не о возрождении свыше, он сам не знает этого. Я уж дальше беру. Дальше. В одном из своих поучений иерей святитель повествует о таком событии. Кавычки открыты. Случилось нам в январе 1702 года ехать в город Ярославль. На пути вошел я в одну сельскую церковь. Сельскую? Сельскую. Сельскую церковь. Даже никогда не слышал, что можно так вывернуть. Совершив обычное моление, я хотел воздать достойную честь и поклонение причистым Христовым тайнам и спросил тамошнего священника. Где животворящие тайны Христовы? Священник, как будто не понимая моих слов, стоял в недоумении и молчал. Тогда я снова спросил его, где тело Христово? Священник не понял и этого вопроса. Один же из опытных иерей меня сопровождавший спросил его, где запас. Тогда священник выдал из-за угла сосуд зело гнусный и показал хранимую в нем с таким небрежением великую святыню, на которую и ангелы взирают со страхом. И возболезновал и о том сердце весьма говорит святитель, что в таковом непочитании хранится тело Христово и что чести причистым тайнам подобающие не знают. Он все только о чаши заботился-то. Удивись о всем неба и земли уже снитесь концы. Вот так. О том, что Библии нет, что люди не занимаются исследованием Писания, что за этим придут сектанты и вся Украина потонет в харизмате бесовском. Это ничего нету, вот только что есть. Святитель стал заботиться о немедленном искоренении таких вопиющих недостатков. То есть о чашах, купить новую чашу. В первом послании святитель отечески увещевал пастырей оставить свое злонравие, запрещал им рассказывать о согрешениях своих духовных чад и тщеславиться своим званием и положением духовного отца. То есть тайно все это говорили. Умолял, чтобы они как можно чаще повышали народ и сами тщательно исполняли свои обязанности. Стремясь совершенно искоренить недостатки в среде духовенства, святой Дмитрий осознавал, что наиболее действительным средством для сего служит доброе учение и воспитание. А этого и не было, и не стало, и не было. Святитель написал после сего сочинение об образе Божии и подобии в человеке и разослал его по всей епархии. По своей. А по своей епархии. А царь Петр повелел как можно чаще печатать это сочинение. Он хорошо знал, что не только в Малой, но и Великой России редко у кого есть славянская Библия. Да не было ни у кого. Редко у кого. Ну, у какого-нибудь князя. Ее могли приобрести только люди богатые. Бедняки же совершенно были лишены той духовной пользы, какую доставляют чтение все богодухновенные книги. Это я оттуда беру, прямо из житей, а это все скопировано. Многие лица даже в среде духовенства не знали порядка библейского повествования. В этом большим препятствием было для него совершенно расстроено его здоровье. Святитель Дмитрий был знаменитым проповедником своего времени и часто обращался к своей пастве с красноречивым словом назидания. Никакие труды и обязанности никогда не отвлекали его от проповедания Слова Божия. Проповедуемые от им истинны христианства, изливаясь прямо из души проповедника, являлись всегда живыми и действенными и увлекали слушателей своей простотой беседы отца с детьми, учителя с учениками. Увлекали. Ну, куда увлекали, как увлекали, ничего не говорится. Хоть я одну группу образовал бы по изучению Слова Божия. Если бы возможно было отыскать и собрать в едино все поучения всего российского златоуста, их должно бы оказаться великое множество, но к величайшему сожалению, весьма многие его поучения утрашены. Видите как? Маленько дай, там звука нету. Никогда полностью нельзя бы включать. Я много раз говорил. Дальше. Вопрос 2886. 14 том, открытый боком. У меня вопрос очень серьезный и глубокий. Это мне записка поступила. В полном смысле слова. Есть ли в зарубежье церкви или московской патриархии в настоящее время архиерии бессеребреники? Уточняю, что я имею в виду, то есть архиерий не берет ни копейки. Допускаю, трапезы после службы, не видя праздничных, не надень ангела своего, то есть который полностью довольствуется только своей зарплатой и определенными епархиальными взносами. И даже не берет мзду ни за награду священнослужителей, ни видя благодарности после награды, даже благочинно не собирает никаких поборов. То есть ничего и ни копейки, кроме своей зарплаты. Ответ. Что за в виде праздничных? Это побор, ясак на празднике, когда архиерий приезжает в какой-то приход. Это вопрос же стоит. А разве так считает? Читай заново. Что за в виде... Я не знаю, я спрашиваю. Это побор, ясак на празднике, когда архиерий приезжает в какой-то приход. В чем конкретно это выражается? И кто собирает? Наш епископ Евтихий Куроченкин РПЦЗ. За 10 лет никогда и никак не делал сбора денег. Никогда. Мы все платим несетину батюшке в руку, даже без учета, а по совести. А он уж дает архиерею. Содержать епископа нужно пастве. И епископ не должен бествовать. Установите святую несетину. Число 18-21. О Санаблеве. Вот. Я дал в удел несетину из всего, что и Израиля. За службу их. За то, что они отправляют службу в скидь и собрание. 2-е Паралипоминон 31-6-8. И израильтяне, и иудей, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота. И десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их. И наложили груды, груды. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц накончили. И пришли езеки и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа, и народ его Израиля. Наград церковных никаких не должно быть в этой жизни. Это все дымное надмение мира от происка врага. Награда – это удары за проповедь. Истинное вознаграждение будет только в вечности. Награды какие-то, терапимы. Ну, какие только нет наград-то, смешные. Второе Тимофея 4-8. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне, но и всем возлюбившим явления его. Вот когда будет награда. Матфея 10-41. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Вот награда какая. Дальше. А тут получается, что человек уже получил. Да иногда эти награды есть лишь свидетельство того, что этот батюшка драконом прогибался перед семиглавым змеем. Угождал вышестоящим архиереем и уполномоченным. Его надо драть, выгонять. А он обвешался погремушками церковными, наградами, митрой, крестами и украшениями. С украшением. Крест 1. Страдание за Христа. День ангела. Награда должна быть ангелу, а не тому, кого ангел хранил. Если архиерей представить все его упущения за год, то ему место может только в аду и будет. И кочергой по лбу от черта Рогатова. Конечно, они никогда не простят этого. Так, Рогатова. С архиерейми малознаком, но про нашу могу сказать, что он нас ни разу не теребил, ничего не требовал. И он ныне очень простой и с нами за одним столом вместе. Гуляем по полям, беседуем весь день и овечек пасли вместе с ним. Лежали на копне сена. Были бессеребрянниками апостолы. У Павла были огромные средства в руках. Второе, Кориффина 8.20. Остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться над кого нареканию при таком обилии приношений, веряемых нашему служению. Я сказал где-то про Павла. Я сразу раз показываю, чтобы люди не ко мне обращались. Когда-то он говорит, научитесь не задавать вопросы. Сами даже находить ответы на вопросы. И тоже сразу показываю. Так говорит нам Святая Библия. Но через Павла люди только перекачивали деньги в утробы бедных. Первое, Кориффином 16.2. Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Второе, Кориффином 9.5. Посему я плачел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, чтобы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор. У апостола Петра и у других были огромные средства в руках, но они их тратили на нужной церкви, на бедных. Деянея 4.35-37. И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостола Варнавою, что значит сыну тишения, Левит, родом Киприянина, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к деньгам апостолов. Не бойся, стадо малое, изрек, спаситель утешай малодушных. Теперь ту фразу вдоль и поперек еретики мусолят, прожужжали уши. Какое стадо, кто у них пастух, когда не овцы, а шальная свора, то старостильные монастыри для двух, раскольники, два отщепенца, вора. Здесь утешение для любых адептов, которых первоклашка перечтет. Здесь в резервации два попугая в клетке, самовыважение фразе той почет. Не бойся, стадо малое, шумит трюхлявый вождь, а с ним одна старушка. А народец малый заполняет СМИ и прячется от страха друг за дружку. Под малым стадом легион зверя, их шерсть горбом, как будто динозавры, и за слова Христа хватаются не зря, самоутверждаясь на пустое завтра. Быть стадом во Христе, увы, непросто, и отвечать всем качествам овцы. Совсем не пчелы, воровские осы, не меда и не воска, ужалищие осы. Не бойся стать овцой у Иисуса, оставить волчьи норов и непослушание. Где блеяние, там волчьих нет укусов, там служат Христа и сердцем, и ушами. И души... Ага. По отношению к волкам нас очень мало, как капля по сравнению с волной. Враги Христа хвататься цепко стали, за те слова, идя на всех войной. Не бойся, выполни вас у Иеговы, к словам Христа, трусливым путь заказан, бояться Библии, послать всех в ад готовы, чесоточных овец огонь обеззаразит. 12.05. Игла. Вот так. Как раз ровно-ровно часа 0 секунд прошло. Прошел, нет? Сейчас я посмотрю, еще один вопросик скинем. Что-то позадивался. Ну да. Это про священство. Дальше. Вопрос 1889. 7-й том открытым оком. После того, как человек стал священником или дьяконом, или епископом, но по каким-то причинам сам решил оставить священство, то можно ли так сделать и быть за штатом, без снятия осана? Ответ. Таких охотников мало сегодня. Обычно за штат отправлять епископ, за какие-то небогоугодные дела, или за то, что клирик осмелился облегчить свое священноначалие. О, вот этот грех уж они не просят, не простят. Не простят. Не в семь веке, не в будущем. Или в связи с осознанием своей непригодности, невозможностью исполнять по канонам свои обязанности. Это встречается в житиях. Теперь я отвечаю, как в житиях есть. Самый священный, 5 декабря. Кавычки открыты. В то же время пришел в Лавру и преподобный отец наш Иоанн, прозванный молчальником. Он был епископом в городе Колонах, но ради Бога оставил свою епископию и скрыв свой сан, трудился в Лавре, как простой инок. Тарасий, 25 февраля. Кавычки открыты. Видя, что он ничего не может сделать для торжества православия, Павел задумал оставить патриарший престол, который занимал не более 4 лет. Заболев, он тайно оставил патриарши палаты и прибыл в монастырь Святого Флора, где и восприял святую схему. Венедикт, 14 марта. Кавычки открыты. Некий клирик Аквинийской церкви, мучимый бесом, по совету своего епископа Констанция, отправился по святым местам к мощам мучеников. Но святые мученики ему, как недостойному, не подали исцеление. Тогда он приведел благоугоднику Божию Венедикту, и по молитвам его тотчас же получил исцеление. Изгнав из клирика беса, святой дал ему такую заповедь. «Мясо не ешь, не дерзай вступать и в священнический чин, ибо в той день, когда ты решишься приять сан священства, ты снова будешь предан беспощадному мучительству беса». Исцелевший клирик, возвратившись домой, долго хранил эти две заповеди Святого Отца. Он не ел мяса и не дерзал принимать сан священства. Но спустя много лет клирик сей, видя, как после умерших пресвитеров на их место вступали гораздо моложе его, он счел это за бесчестие для себя и стал искать священнического сана. И когда он был возведен во священника, в тот же день по Божьему опущению на него напал лютый бес, и беспощадно терзаясь его клирика, омертвил его. Так исполнилось пророческое слово преподобного Отца Бенедикта. Ну вот все. Благословен Господь. Душу, брат, подбери, что хочешь.